Всем привет, с вами Вульф и сегодня я продолжаю проходить игру Ведьмака 3. В прошлой серии, как вы помните, мы выполнили задание Сон в Большом Городе и узнали из этого задания то, что Цирия находится, скорее всего, сейчас с Лютиком. Также в прошлой серии мы убили Лешачиху, и, ребят, самая лучшая будет поддержка для меня, это ваши лайки и подписки на канал. Что, давайте продолжим играть в Ведьмака 3. Никак я к Броннику никакому не зайду, блин, всё, мне лень. Зайти и сделать себе броню. Просто, ребят, келень, опять какой-то подозрительный тип, они тут повсюду, эти подозрительные типы. Список блудниц, зайти в Шалфе и Розмарин. Так, в аллею богов ждать осталось недолго, король Родавид спасёт Север. Окей. Так, где-то здесь у нас, значит, Шалфей и Розмарин закрыты. Значит, надо подождать немножечко, значит, надо немножечко помедитировать, так сказать. Так, где-то в нашей медитации. Ага, так, ну до скольки подождём? Давайте до... Ну, давайте до 12 утра. Пожалуй, этого мне хватит. Всё, теперь открыто, я так думаю. Всё равно закрыто. Как-то странно. А как мне тогда туда зайти? Может, с этого ухода, с парадного, конечно, чё-то, плю-то. Ладненько. Чё там за драки? Нихрена себе! Вот это драки, да, ребят? Ты чё там, гном так раздухарился-то, начал себя убить? В чём дело? Опять, что ли он? Давай. А чё ты бич-то достал? Давай просто их и забьём, да и всё. Смотрите, суки, двое на одного. Да чё ж они... Меня оглушили-то, а? Смотри, сука, чё делает, а? Он меня как-то оглушает! Блядь, неужели бродяги такие сильные, блядь? Помочь Залтану выиграть, ну всё. Ну, всё у нас исправно вышло. Ну, а вот теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. Сто лет тебя не видел, друг. Здорово, Залтан. Я к тебе сдобрел. О, ты упражняешь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но ританский лагерь его отличнейше заменитый. А вот ты что-то насмурнел. Что такое? Да вот ещё я, Лютика. Ну, и Цири, соответственно. Дело в Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она всё ещё здесь. Вернулась, значит? А то же. Интересно, я бы её сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? Шесть? Семь? Где Лютик? А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за девочек? А я только вернулся, сам видишь? Думал, меня ждут горячий окр, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может, поймём, где его искать. Это да. Начнём с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Обыскать первый этаж, используя ведьма чуть-чуть её. Так, чё за записка? Письмо от Фран. Ого, записка от Благодарной Молды. Значит, письма чужие читаешь. Твоё лицо залил румянец. И я погрузилась в чистый экстаз, поглощая её. И пальцы... Ммм... Это та самая лютня от эльфов не столь блатаны? Ага. Если он её не взял, значит, очень спешит. Да бери ты уже. Ты можешь обобрать. Я хочу всё здесь обобрать. Еду забираем. Еда пригодится, сто процентов. Сколько тут пива, блин? Черновог. Так, бочка какая-то. Ну-ка, давайте осмотрим. Письмо ещё одно. И грамота какая-то, да? Я так понимаю. Нихрена себе. Чё, подожди, блин, не дослушал. Чё, подожди, блин. Чё, подожди. Чё, подожди. Ничего интересного. Да нет. Это-то мы и ищем. Ват? Это его ежедневный. А-а. Хм. Похоже, Лютик относится к таверне со всей серьёзностью. Ты представить не можешь на сколько. В жизни не видал, чтобы он так старался Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности В том числе бухгалтерия Еще он отмечал время свиданий Официальных и приватных Так, с кем он там встречался? С шлюшками, что ли, он там встречался? А, о, вот оно А, поэтому и задание называется список блудниц, список шлюх Это может пригодиться, соответственно Хорошая мысль У лютика длинный язык, может он раскрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след Ну, ну, это ведь ракет Ну, добро Надо это все как-то разделить А хотя бы и так Я расспрошу девушек с моей части Ты со своей, годится? Годится Золтан, постой Тут все в стихах А как иначе? Это же записная книжка Лютика Он же поэт Ладно, встретимся здесь попозже Обсудим, кто что нашел Я тут еще немного приберу Не хочу оставлять такой бардак А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Ладно Я тут рядом Хорошо, давайте я прочитаю ежедневник Лютика Хорошо Я хочу посмотреть, сколько у меня еды У меня вообще сейчас дохерич просто еды, ребята Вот как вы можете заметить Просто дохрена Еще больше Просто, ребята, очень и очень много еды Да Когда картошка закончится, что-нибудь новенькое поставлю Так, давайте прочитаем Где там дневник Лютика Вот он, ежедневник Роза Варатра Как розу красит жгучий солнце Пусть скромна, совсем не девица Вновь сердце мое трепещет, как птица За стенье Прочечная близ устья Пантара Марабелла Пусть издали Пленительна она Вблизи же Ты наплачешься сполна Обрезки Около площади бедняков Элихаль Пусть странен Лик ее Изменчива порода Кто взглянет в очи ей Постигнет жизни много Лавка портного Напротив дубильня Хорошо Но тут сразу написано местонахождение Если что Так что все круто, я думаю Так, это надо все, конечно, продать Так О, на обуви давай Что у нас теперь там Мощь 2 плюс 2 процента Мощь игни Малый глиф Игни Ага Хорошо И Продолжаем, ребятки Да, продолжаем Давайте я на второй этаж заскачу Почему бы и нет Поговорить Подожди, а зачем с Золтаном-то говорить Не, надо сейчас с ним О, 10-10 Ура, ура, ура Ура, надо прокачаться Прокачаться Так Что-то давно у меня уровней не было, конечно Давайте прокачаем Я даже не знаю, ребят Что качать Знак Куэн Когда щит Куэн разбивается То отбрасывает врагов Восстановление энергии в бою Плюс 0,5 секунды Вот Куэн тоже хороший знак Вот сюда его поместим И мощь знаков плюс 28% Неплохо И будем эти три знака прокачивать Хорошо Так, Золтан Мне надо с тобой побалакать немножко Ой, я не знаю зачем Еще тут Еще что-то Да ладно, проверяю Не пропало ли чего От халера Эти же все вынесут Да продадут Я тоже у тебя все вынес почти Я хотел тебя кое о ком спросить Молли Пусть только лишь на шелке Страсть ей снится А если надо И матрас сгодится Молли Она убирается У баронессы Лавалет Он взял на прицел Баронессу А остановился на горничной Людей по происхождению Не делит В постели Все равны Ясно И потом Настоящий поэт Должен хорошо знать жизнь Марабелла Если бы я его не знал То решил бы Что он ревнует Марабеллу Да вряд ли Она его давняя ученица Он мне кое-чего О ней рассказал Кажется я не хочу этого знать И правильно Потому что с некоторых пор У них стало все как-то Совсем странно То есть Ну она велела ему переодеваться Называла ему христианом Себя Анастасия Ни хрена себе Возвращение принеслись галопом Еще Хахим БДСм какой-то Она сказала что он ее жеребец Лютик ты это За комплимент принял Ну а тут она вынула Удела избрую И бедолага смылся через окно Ну давай дальше Без пула Знакомая Илья Это не она выбрасывала В окно его портки Она И вопила на полной веграде Что он рохляй Охрипший фазан Она И швырялась в него Цветочными горшками Он что делать Старая любовь Не ржавеет Роза Воратра Как розу красит Жгучий солнце Вызов Так нашу розу Жгут капризы Манером ей учиться Не пристало Она лишь Карликом Махала Карликом Не замечал За ним Такой скромности Хе-хе Карликом Роза Воратра Называет Свой Гвихир Хорошее название А? Угу Давай дальше И она поменяла Всемирно известного Барда На простого Фехтовальщика Мне кажется Ни одного Все время слышу Что очередные Учителя Отказываются С ней заниматься Потому что Она понавешала И млюлей Хрена из тебя Давай последний Эли Хал Эли Хал Устранен лиг ее Изменчиво природы Да взглядит в очи И постигнет в жизни много Ого Чувствую какое-то Особенное вдохновение Ну Я не в восторге От эльфов Но это Исключение Я его Сама Франциска Финдобаир Позавидла Так может Ты сам к ней исходишь Давай лучше Почему Видишь ли Эльфская красота Она как Молодое вино Из баклера А я как-то Больше по водке Ладно Я узнал что нужно Ну наверное Я узнал все что хотел Спасибо за помощь Все вроде проверили Больше тут ничего нет На втором этаже Надо посмотреть Опа Она Наверху там Да я наверх залезу Блин Я не могу наверх залезть Что за бред А Вот туда наверх Так 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 Оп И Оп Хорошо Залезли И дальше Обкрадываем Его Ладно Все я не буду Обкрадывать Он мне надоел Потому что Это на это Много времени уйдет Все мы Обкрали его В принципе Это я думаю Хватит Я пошел Искать Веспулу Говорит С спулой А потом С остальными Их всего Пятеро Ну окей Где же ты Веспула Я хочу Тебя Спросить Не платишь Еще Херял Женщин Бить Ну да С белыми Власами Конечно Еще деньги Вам платить Буду Ну конечно Веспул Появилась Новая охрана Да ну Это чья же Моя Я предложил Лучшую цель Ну посмотрим Что у тебя С качеством Ой 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 Испугали меня Что у тебя Ну А Играет музыка. Всё, новая охрана. Только работай и впустую. Можешь меня не благодарить. Правда. Прости. Не пойми меня неправильно. Я благодарна, но... Всё, что было, всё пропало. Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались. Нет. А, погоди, погоди. Узнаю. Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через полков. Я здесь как раз по его поводу. Ты не знаешь, куда он делся? Верно, шляется где-то фазан хрипатый. Проходимец лживый. О-о. Чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне. Говорю, что теперь ты до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Вот же кобель. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной прибаники. Потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. А кто был на пристани? А что за девушка была на пристани? Говорю, племянница из Ковера. Да. Скорее, из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть земки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говори, у тебя артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Ну ладно. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Мы еще не обыскали никого. Надо обыскать же, забрать у них вещи. Не зря я их убил. Вещи-то пригодятся. Трубка в ад. Зачем мне трубка, блин? Что у них там за оружие-то хоть? Говно какое-то, да, наверняка? Необходимый уровень 11. Он еще хуже моего меча, черт возьми. Да. Блин, еще бы, еще бы три уровня, ребята. И мы бы смогли носить этот меч. Надо все попродавать. Вот это все дерьмище. Куча всякого ненужного барахла у меня сейчас. Надо сейчас зайти к какому-нибудь оружейнику и попродавать. Давайте поговорим с Элихаль. Для начала. Они тут, в принципе, друг от друга недалеко находятся. Поэтому, в общем, вы и нет. Где она там, эта Элихаль? Ей тоже помочь надо будет. Приветствую. Приветствую и прошу. Ват. Ват. Это... Подожди. Поговори ты, блядь, с ним. Это мужик. Вы что, это того, геи, что ли? Пидоричь в очко, да? Что-нибудь штаны залатать, носки зашлопать. Ты, Элихаль? Ват? Ты еще гей, что ли? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. А, вон оно что. Подожди здесь. Блин, они что, реальные геи в очко пидорица, а? Вот это да, Лютик. Твою мать. Ну, пипец, трансвестит. А че он реально такой дрещавенький, на бабу смахивает? Ладно, избавь меня от подробностей, я ничего не хочу знать. Был не настолько пьян, чтобы не понять, в чем дело. Впрочем, мужчины меня не интересуют. Я это ему сразу сказал. К счастью, разум Лютик открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик был в твоей шее. Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последней акции? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное. Ммм... Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя, как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн, наверное, ради. Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Не хочу знать, зачем ты переодеваешься, если честно. Очень не хочу, чтобы ты мне говорила, зачем ты переодеваешься. Я даже знать не хочу. Я, в принципе, понимаю, что ты переодеваешься для того, чтобы в очко пидориться с кем-нибудь. Пипедик, блин, сраный, а. Трансвестит, как тебя еще назвать-то? Мужичков полюбливаешь, да? Так, у него тут ничего нет, в принципе. Дай-ка я вот тебе что-нибудь куплю. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию. Ну да. Давай, показывай товары. Я бы взглянул. Разумеется, прошу. О, господи. Да. Какая-то у тебя тут херня одна, чувак, если честно тебе сказать. Ладно, я ему продаю это все. Будь здоров. Я случайно топор этот, блин, блинский продал. Контрольная точка, ну-ка, загрузись. Я не хотел ему топор. Ой, сейчас начнется это заново. Ну давайте послушаем, ребят. Случайно топор продал. А, это от лица Лютика получается? Если он хочет найти цири, то должен сперва дыскать... Вот эта вот история рассказывается. Ладненько, ребят, давайте попродаем всякая ненужная барахлишка. Я этот топор, пожалуй, одену. Он, вроде, неплохой. Даже побольше урона, чем у моего предыдущего топора. Вот, ну, хороший топор такой, отхватили. Давайте его и оденем, пожалуй. Правда, побыстрее бы все это загрузилось. Очень-очень-очень-очень долгие, ребятки, загрузки, честно говоря. Они там могут быть по минуте. Ну, поменьше может чуть-чуть, но где-то по минуте, наверное. Грузится это все, конечно. Так и лихали. Привет, привет. Да привет, привет. Давай показывай товар, я тебе баринку, мы все попродаем. Разумеете? Так, надо теперь осторожно. Че мне вот нельзя? Вот это нельзя продавать, вот это продаем. Так, вот это все херня, в принципе, да, кроме вот этого. Недостаточно денег у тебя? В принципе, мне покупать-то у тебя больше и нечего. Сколько у него? У него шесть осталось. Да, в принципе, я так нормально попродавал на 713 крон. Ну, давай, будь здоровым тогда. Будь здоровым. И топор этот я, пожалуй, одену. Кстати, ребятки, давайте оденем. Он получше будет. Вот этого топора. Тут седьмого уровня, а тут десятый аж новый. Ну, ясно почему. Топор получше. Давайте вот так вот все разложим и пойдем, пожалуй. Поговорить с Молли теперь нужно. А, нет, у себя недалеко находятся, слава богу. Осталось трое, да? У нас, значит... Так, доп-задания мне вообще не нужны, ребят. Спасибо, не нужно. Я и так уже доп-задания поуполнял. О, господи. Чего ж вам не имется-то никак, ребят? Давайте коэн. Ублюдок младший, а? Чего ж тебе так не имется, ублюдок младший? Давай дальше. Оббирай их. Ничего нехорошего нет? Давайте посмотрим. Палец как палец, херня. Честно говоря, херня какая-то. У меня уже, ребятки, деньги поднакапливаются. 813 кронселл лишних, если честно, ребят. Это меня радует, на самом деле. Лишние деньги никогда не мешают. В принципе, можно вообще даже ведьмачьи заказы или дополнительные задания не выполнять. Я даже живу припевающе, можно и так выразиться. Дворянка. Ладно, ребят. Спрячь топор. О, заданница, смотрите-ка. Так, а где тут задания? Вот они, да? Ну, просто лишние задания тоже не помешают. Может быть, когда-нибудь буду выполнять, кто его знает. Так, я, пожалуй, заскочу вот сюда, попродаю все вещи, не нужно. Я бы еще хотел прическу, на самом деле. Подожди. Ага, у тебя задания опять, ну нахер. Так, а где парикмахерская? Парикмахерская мне нужна. Вот здесь, да, она? Я надеюсь. Да-да-да-да-да, давайте пострижем. Цирюльник, привет. Мое почтение, сударь. Ножи, бритвы, все наиострейшее. Едва поточил. Не бы подстричься. Как думаешь, справишься? Ну, давай. Почему бы и нет, деньги лишние есть? Возбрить все, оставить конский хвост, подровнять длину, оставить. Давай так. Посмотрим, что выйдет из этого. Сейчас какой-нибудь... Ну, в принципе, нормально. Ладно, я хочу подстричь бороду еще. Вот так. Мусы бороду оставить и коротко подстричь. Я, кстати, где-то слышал, что в Ведьмаке третьем растут волосы. Ладно, пока. Я готов, в принципе. Нормально, меня так подстригли, да, вроде бы. Правда, стремно немножко, но да ладно. Так, ну что, со следующей девушкой надо поговорить? Че, не пускайте ты меня, ребята, охраняйте ее, что ли? Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая заборная. Госпожа не знает, с кем попал. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голоду. Баронесса как раз выезжает. Зайди с дороги. А если нет? Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должные этикеты, Мария Луиза Лавалет. Генерал императорской армии, знаком с Ведьмаком? Удивительно. Я его встречал в Изиме. Ну да, ты права. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбуд. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках. Что ты об этом думаешь, Ведьма? Не желаешь ли принять участие в великосвецких забавок? Ну давай. Что ж, если Молли будет там, тогда входь. Новиград, золотой город. Ну ладненько, доскачем до неё. Резиденция Вигельбудов. Несколько часов спустя. Мы на месте. У моего отца было похуже имение в Бруге. Я ездила туда в детстве. Идём посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное. Всех своих кобыл я зову платва. Вон та серая Пентарелла. Дочь Кагура, чемпиона из воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит. Вороной, Немрот. Чистых кровей Нильгардец. Странно, что он мне отдал тебе честь, генерал. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается это слабосказание. Он настоящий знаток. Коней куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. Ну давай, посмотрим. А что скажешь насчёт небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь моё лучшее седло. Оно сделано в столице Нильгарда. Отличная дублёная кожа. Ну давай. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как у них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Кантореллу. Мне нравится серая. Чё, не уши трясутся? Посмотрим. Попытай удачу на гнидом зериканца. В таком случае, зачем медлить? Начинаем? Начинаем. Что б тебе? Фух. Давайте, ребят, погнали. Приготовились. Да. Победить в конных скачках. А чё, Ань, мы втроём, что ли, скачем? Чёрт, Ань, бегание, а. Так, давай, давай, давай. ну ты скачи, господи суку, хоть бы он... да блядь! урод сраный! тварь чуть-чуть там, блин, не хватило урод ты сраный, рыжий, блин как он меня победил? вот чуть-чуть там просто не хватало, блин я чё, знал, что сейчас будет финиш? ладно, извиняюсь, ребят, немножко я подбомбил ладно, чувак рыжий как ты меня взбесил, суку, вот не хотел с него проиграть ладно, хрен с тобой поговорить с моль, погоди, мы не туда идем нам куда-то сюда вон она, моля это я его вытаскивал только наоборот это я все время его спасаю что с экраном, это дождь или чё это? перебив петлю выстрелом из лука что? да лютик бы... не важно ты в случае не знаешь куда запропастился наш искусный лучник к сожалению и нет дождь что ли такое? да, наверное, ребят госпожа баронесса не одобряет нашего знакомства говорит, что лютик лентяй и пустозвон ты представляешь? угу а сестра его тебе не поможет? она такая милая девушка ты помнишь свой последний разговор с лютиком? конечно он попросил взаимоденег на лодку лодка ему зачем? чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналу и свете луны он сам свалил, да? он сказал, что будет клубника ммм, такое вино с пузырьками и что он будет мне петь ай но потом мы больше не виделись я же сказал свалил ты знаешь что у лютика нет сестра? есть я сама видела и что забавно она совсем на него не похожа такая блондинка может у них отцы разные? угу матери наверное тоже может быть но он они так работают обманул он тебя двертки за ней носят и вообще а ты не знаешь где ее найти? ой нет я как-то спросила лютика когда мы поедем к ней в гости а он смешался и сменил тему ладно спасибо в любом случае погоди прежде чем ты уйдешь у меня к тебе есть маленькая просьба че такое? лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков но так и не показал а мне так хочется посмотреть тебе не придется его уговаривать он этих своих мотыльков всем показывает всем кому только сможет как здорово спасибо и удачи в поисках ладно вернуться в навиграто домой или с Ворхисом и Луизой давай с ними вернемся прыгай ты сюда боже мой ага да ага с удовольствием до Новиграда путь не близкий а в компании дорога пролетит быстрее это верно ну поехали так ребят пардон позвонили мне ай ну вроде ничего не пропустил загрузочный экран идет до сих пор говорю вот загрузки очень ребят долгие Новиград Тритогорские ворота у меня бывало такой случай что у меня просто загрузка не прогружалась дальше и зависала приходилось через диспетчер задачи короче говоря снимать задачу и переходить в Ведьмака третьего Новиград золотой город вот мы и на месте спасибо за компанию взаимно до свидания давай чувак до скорого ну все пойдем поговорить с Марабеллой и поговорить с Розой Варатра которая нам нужна что-то самому не особо хотелось в Новиград возвращаться я думаю вы понимаете у меня эх уже хочется какого-то эпика знаете с какими-нибудь боссами побиться не знаю почему мне так хочется 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 ребят на самом деле побиться еб твою мать с кем-то опять вы что-ли что это за ублюдок младший который мне так досаждает у него хренасос слабый девятого левела ну все что-ли могу обыскать ну еще руками бей его придурок может ты возьмешь топор уже а чё ты на меня не нападаешь ушел вон отсюда урод пошел пошел вон так ты марабелла ух сколько у тебя детей тут все тебя потрахивают я смотрю да это я подожди на улице я веду урок а ты учитель ладно я подожду я скоро сегодня его не волосы чуждать сейчас подождем я думаю урок закончится ну все что ли вы затрахали уже давай еще подождем сколько урок то может идти вот столько то я думаю он пройдет до утра бля до утра ребят занимались марабелла давай быстрее я знаю что ты недавно видела с Лютиком да это был самый скучный вечер в моей жизни он читал тебе свои стихи нет мы смотрели атлас грибов может ладно даже гадать не буду что взбрело ему в голову его интересовала плесень когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пеницином я поняла что у наших отношений будущего нет ясно потом ты видела Лютика ты видела Лютика после этой истории с грибами нет я даже думала дать ему еще один шанс потому что на самом деле у него золотое сердце просто ему нужно немного больше дисциплины но он вернулся и я решила нет так нет ладно пока спасибо за помощь до свидания сейчас еще что-нибудь попросит меня да поговорить с Розой Вар Атра осталась последняя блудница так так ну это да подожди это мне не нужно а не книги а у нее вот это я возьму пожалуй это мне не нужно слиток стали может пригодиться приводите детей в школу крапузов мирабелла здесь она они научатся читать писать и уважать богов обучение бесплатное но мы принимаем пожертвования наша школа существует благодаря нашей щедрости вашей щедрости хорошо дайте я это осмотрю вот так то лучше хорошо погнали отсюда нечего здесь больше делать осталась Роза Вар Атра может быть и Лютик у нее кстати давайте я тут кое-что продам что-то такая жирная блин да про таких даже не слышала неудивительно что она пиво продает хех она такая жирная так ну я и кроме а вот это могу продать дерьмо забираю все это столько дерьма по насобирал зачем чистое серебро у меня откуда-то это можно будет потом переплавить ну ладно это я оставлю все дерьмо а текущую продавали аж на 300 что ли или на 200 крон это вообще охренеть каким образом я столько дерьма понапродавал вот ребят понасобирал дерьма и продал на 200-300 крон ну неплохо так а почему меня сюда ведет я не понимаю зачем мне вот сюда да иди нахер отсюда блять ну иди вот сраный хоть ты встал блин ладно вот здесь нам надо было оказывается проходить так там продавец есть один товар по цене двух ну как то так сколько палец не нужно это я тоже подаю все деньги кончились можно было у него чисто серебро купить но там аж 520 крона нафиг будь здоров блин ни у кого у вас нет денег гуляно а мне кроны нужны а мне черт возьми нужны кроны да куда меня ведет боже мой вот что с дпс не так я не понимаю вот сюда что ли куда ты я не понимаю куда мне дпс идет глупый дпс путает меня так роза воратре пойдем с ним с ней поговорим ну чего еще я хочу увидеться с розой воратре ого знал бы ты чего я хочу барышня роза не видеться с кем попала я геральт изрелье ведьмак ну вот как барышня роза превратится в стрыгу ее отец за тобой пошлет а пока тебе тут делать нечего честь имею я заплачить заплатить могу я повар новый там был такой надо было сказать что я учитель фехтования что-то я тупанул добраться до виллова оратора да да что ж мне делать то что за бред то такой а как мне правда туда пробраться может тут ход какой то есть что-то никакого хода я здесь и не вижу охренайся там человек убитый готово да по всему городу ходят слухи что тебе нравятся такие как я не отбирайся цветочки найти розу воратре где она исчезни отсюда пока я не рассказала о тебе отсюда рецепт масла против проклятых да что ж ты будешь делать а вон она да что ты и что здесь делаешь отвечай немедленно или я вызову стражу прости что я пролез к тебе тайно я геральт друг барда лютика геральт из риги ведьмак из песен ну да ты что ты делаешь приблуда как ты сюда попал с главного входа я никого не пускал великим солнцем клянусь барышня молчи я все улажу следи за выражениями это это фредерик франсис де биржерак новый учитель фехтования я же говорю надо было так сказать я вскоре присоединюсь госпожа он еще минуту назад говорил что он повар это обманщик я же сказал надо было учителя фехтования сказать говорила я тупанула я у них совсем нет чувства юмора проводи господина до биржерака в зал для занятий живо так точно барышня так что я повар зачем я просто наобум ответил чего ты на меня смотришь а убью тебя нафиг иди за стражником надеюсь ты знаешь во что ввязываешься не знаю Нихрена ты, что меня так двигаешь-то? Мудила, что ли? Что делаешь, блин, придурок? Так, ну я здесь, Роза. Интересно, почему меня с оружием пустили? Они что-то попланули немного, мне кажется. Ты смотри, что, сука, она делает. Ах ты, сука. Сучка. Ой, да ладно, она мне... Мечом ничего не сделает. Чё, сдалась? Хороший бой. И гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле, я не учитель фельдования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Ну, между вами были ли те отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухрестовал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. Снова? Сычка, смотри какая, а. Ты че такая дерзкая-то, мразь? Ну, конечно. Да что ж ты будешь делать? Все. Стоп тебя! Может, ты не учитель преподавания, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. В близняшке? Барк Актре. Главная сквозьница к югу от Еруги. Погодите, погодите. Значит, Лютик вас перепутал? Бывало. Но тогда Роза быстро приводила его в чувства. Закрой на минуту свой зловредный родик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию. Конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои биржи. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Не один поэт не стоит того, чтобы сёстры вцеплялись друг к другу в голос. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я ещё не спятила. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь ещё? Она должна быть поэтесса или трубодурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих районов? Хм, ну, помню, он воспалял её певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал её, кажется, Церантой. В Ковере такие чудные имена — обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту Церантку. Мне пора, ребятки. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи ещё. Ну ладно. Может, перепадёт ещё? Ха-ха-ха. Ладно. Ух, нихрена как он быстро переоделся. Прям исчезл тот костюм. Связаться с Золтаном. Всё, пойдём отсюда. Так, давайте, ребятки, на этом серию закончу. Сейчас выйдем только. Не знаю. Так, всё, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok